Это 51-й избирательный округ Зайцево, фактически Горловка, до позиций незаконных вооруженных формирований всего около километра. Недалеко отсюда еще идут бои, но в самом населенном пункте уже начались бои политические. Здесь выборы и уже зарегистрированы больше 10 кандидатов. Конечно, будем голосовать. А как же ж? А вы встречались уже с какими-то кандидатами, говорят, ездят? У нас один раз был. А то, что приезжают, обещают, они пообещали и уехали. А наши проблемы так и остаются. Отопления нет, воды нет, все. 51-й округ, округ уникальный. Здесь проживают всего около 3000 избирателей и всего 2 избирательные комиссии. Поэтому, естественно, многие кандидаты думают, что победить здесь будет гораздо легче и не так накладно. Уже для участия в выборах зарегистрировались действующий народный депутат Украины Наталья Веселова, глава местной военно-гражданской администрации Веселкин, бывший заместитель губернатора Донецкой области Марина Черенкова. Это список далеко не полный. Что касается 51-го округа, то там уже это даже не половина. Это, наверное, там какая-то там 25-я часть округа находится на подконтрольной территории, все остальное это оккупированная территория. С другой стороны, люди должны иметь своего представителя власти. Тут говорят, какие-то продуктовые наборы раздавали, вы ничего не слышали? Ну что, приезжали, вот эти, что приехали, как они, баллотируются в депутаты. Ага, никто кроме нас? Да, да. Вот это они давали продуктовые наборы, детям там давали, гостиницам все. Да, раздавали продуктовые пакеты, они раздавали, это было, да. Ага. Детям тоже обувь давали, они тоже мячи, ворота привезли. Информация о раздаче продуктовых наборов есть со стороны одного кандидата, но нам рассказали, что готовятся и многие другие оказывать, как они считают, гуманитарную помощь. Дают хлеб мешками, привозят прям газель во двор, раздают хлеб мешками, пакеты гречки, сахар, масло подсолнечное, дают капусту каждый день по качану в руки. Ну просто, просто, ну и обещают золотые горы. Будь-якое вот таке матеріальное стимулювание выборцев, воно є негативною практикою, чи є воно юридично каране, чи ні. Ни у мене, ні у Владимира Веселкина нет возможности привозить избирателей с Горловки, но зато такая возможность есть у наших оппонентов. Если мы с Владимиром Веселкиным будем бороться за голоса 800 человек, которые поживают на подконтрольной территории, то те люди привезут по тысяче, по полторы тысячи и могут выиграть эти выборы. Герой Украины Надежда Савченко тоже заявила, что она баллотируется по этому округу, но пока ее здесь не видели. Какие задачи, вы считаете, для этого округа самые главные, первоочередные, для депутата? Ну, что он должен делать? В первую очередь сделать мир здесь, а не закончить войну. Кто-то с одной стороны прекратит, а с другой не прекратит. Если там прекратится осигнование, этот Пупин Короткий, и тут тоже прекратится, и прекратить, и тут осигнование, и тут сразу, они сами разбегаются. Линия фронта проходит совсем рядом, и по словам местных жителей, боевые действия активизировались после избрания нового президента. Естественно, что в такой ситуации для них главное это мир, и все сказали, что хотели бы от нового депутата, чтобы он добивался мирного урегулирования конфликта. На втором месте вопросы экономические, это поднятие уровня жизни, и вопрос восстановления инфраструктуры. Не верю в то, что человек, который приехал, никогда не знал даже, где это Зайцево, никогда не знал, можно даже по телевизору говорить, и будет он решать эти проблемы так, как это решаю я. Всего в этом округе зарегистрировано 26 кандидатов. Не все они в день нашей съемки были на месте. У многих из них нет даже штабов на территории Зайцево. Борьба за депутатское кресло от разделенного войной пополам поселка только начинается.